Ола амигос, на связи Матвей. В этом видео я вам расскажу некоторые фишки и способы, как вам лучше всего стоит переигрывать игроков на контроллере. Причем не обычных игроков, а настоящих киберспортсменов. Думаю, вы часто задавались вопросом, как переигрывать игроков на контроллере, которые мало того, что играют очень круто, так еще и имеют аймассист. В этом ролике я вам расскажу поподробнее как и о преимуществах в их игре, о которых надо остерегаться, так и о их недостатках, на которые вы можете подловить даже самого профессионального игрока на контроллере. Уверен, это видео будет интересно как и мобильным и ПК игрокам, которые хотят переиграть консольщиков, так и самим консольщикам, чтобы обыгрывать таких же, как и они, ну или просто выявить для себя минусы, чтобы переделать их в плюсы. Кстати, предыдущее видео на моем канале было о том, как переигрывать профессиональных ПК игроков, в том видео я рассказываю то же самое, что и в этом, просто относительно игроков на компьютере. А также после этого ролика я выпущу видео, где я расскажу, как обыгрывать профессиональных игроков на мобильных девайсах. Ни на что не намекаю, но это хорошая причина на меня подписаться. К слову, я также уже снимал на свой канал видео, где сравниваю все платформы, на которых вы можете играть в Fortnite и выявляю из них самую лучшую. Так что если вы уже давно ломаете голову над тем, какая же платформа лучше для игры Fortnite, посмотрите это видео, уверен, результаты вас очень сильно удивят. Ладно, не хочу долго тянуть, так что если вы впервые на моем канале, и если вы так же, как и я, играете в Fortnite Mobile, даже если вы играете в Fortnite на любой другой платформе, обязательно оформите подписку. Тут вы найдете лучший и единственный контент по Fortnite Mobile во всем СНГ. Ну а если вы уже подписались, то ни в коем случае не стоит забывать, что, ну и лучшая поддержка меня, это мой тегов 3 мотивкар в вашем ждемном магазине Fortnite. Смело водите его и покупайте исключительно с ним. Также вы можете делать скринны ваших покупок с моим тегом и добавлять их в специальный альбом нашей группы канала ВК. Ссылка в описании, так вы сможете попасть в ролик, как и следующие ребята в конце видео. Ну а если у вас нету вконтакте, вы также можете добавлять скринны ваших покупок с моим тегом в специальный канал в нашем дискорд сервере. Ссылку на него вы тоже найдете в описании. Ну и наконец-то теперь, после большой саморекламы, давайте-ка приступим к сегодняшней теме. Хочу начать с того, что вы можете доверять моим словам на все 100%, потому что для этого видео я опросил множество моих знакомых, которые играют в Fortnite на контроллере. Посмотрел кучу видео и записей стримов с игрой киберспортсменов на контроллере против ПК. Ну и сам играл один на один с профессиональным игроком на контроллере, у которого ирнинг 300 долларов. Ну это так, к слову, чтобы вы не думали, что я беру все советы из воздуха. Ладно, во-первых, вспомним, что контроллеры играют и перемещают свою камеру в игре с помощью джойстика. И в отличие от мышки на компьютере, ну или сенсорного экрана на мобильных девайсах, они могут перемещать камеру персонажа бесконечно. Ну типа вы не можете вечно вертеться, потому что рано или поздно место для вашей мышки заканчивается. Ну или на телефоне экран тоже не бесконечный и рано или поздно он закончится. Поэтому делаем вывод, что никогда не пытайтесь перестрелять контроллера, если вы находитесь в одной коробке. Если это профессиональный игрок, он 100% вас перестреляет, ну а если вы выиграете, то вам повезло, вам попался нубик. И, конечно же, здесь не может быть незамешанный им-ассист. Кстати, пару слов об им-ассисте. Мобильным игрокам повезло чуть больше, потому что на телефонах тоже есть своеобразный им-ассист, но поверьте мне, работает он намного хуже, чем на контроллере. И это факт, потому что программные коды, отвечающие за помощь в прицеливании на мобильных устройствах и на контроллере, совершенно разные. Но сегодня не об этом. Приступим ко второму совету, как лучше всего играть против игрока на контроллере. Второй совет похож на первый, но, в общем, никогда не пытайтесь перестрелять игрока на контроллере с какого-нибудь автомата на средних дистанциях. Опять же, тут замешанный им-ассист. Просто знайте, что вы никогда не выживете после перестрелки на автоматах с профессиональным игроком на контроллере. Если еще мобильный игрок может как-то посоревноваться в перестрелке на автоматах с контроллером, то ПК-игрокам сразу говорим пока. Единственный вариант для ПК-игроков это как-то выцеливать контроллеров и убивать их со снайпы. Также всегда опасайтесь, что контроллер будет запрыгивать к вам в бокс. Они просто залетят к вам с ППшки и с им-ассистом у вас не остается никаких шансов, особенно если против вас профессиональный контроллер. Так что если вы видите, что контроллер хочет залететь к вам в бокс, сразу же убегайте и стройте другой бокс. Но тут вы меня спросите, а что же нам делать? Не убегать ли нам от каких-то консольщиков всю игру? Конечно же, и тут у них есть слабое место. Переходим к совету номер 4, что контроллеры очень плохи в редактировании. Если у них по аиму все хорошо, благодаря им-ассисту, то так уже не скажешь про редактирование. Ну а как мы знаем, у ПК игроков нет никаких проблем с редактированием, они редактируют божественно. Да и мобильные игроки тоже могут божественно редактировать как на ПК, но единственный минус этому сложно научиться. Так что если вы профессиональный мобильный игрок и тоже редактируете божественно, берите следующий совет себе на заметку. А именно, всегда переигрывайте контроллеров на редакт, при этом не впуская к себе в коробку. Против быстрого редакта они не могут ничего предложить в ответ, потому что редактируют они достаточно посредственно. Так что теперь смело быстро редактируйте стенку, отобранную у контроллера, иногда давая ему урон. Единственное, к чему вы должны быть готовы, это к тому, что контроллер внезапно начнет по вам спамить. А если вы при этом редактируете, например, стенку, вы вообще можете сбиться со своего редакта. Тем самым противник вас дезориентирует и убьет. Не знаю, как у ПК игроков, но чаще всего такая проблема обстоит у мобильных игроков. Все же к этому надо быть готовым всегда. Также, возвращаясь к словам, которые я сказал в начале, о том, что джойстиком можно вертеть камеры персонажа бесконечно. Таким образом, игроки на контроллере могут бесконечно и очень быстро крутить 90-е. Помню, сам один раз попробовал поиграть на контроллере, и учитывая, что я до этого ни разу на нем не играл, я крутил 90-е как настоящий киберспортсмен. А теперь представьте, как их крутят настоящие киберспортсмены на консоли. Так что тоже об этом думайте в следующий раз, когда будете билдфатиться с контроллером. А то так отвлечешься на пару секунд во время боя, почесать свою руку, а консольчик уже на 200 метров выше тебя. Так, ну и в принципе, это все, что я хотел вам сегодня рассказать. Все вышеперечисленные факты, это максимум, что я смог выжать из аналитики игры с консольчиком. Потому что все другие их проколы сходят просто на незнание игры и малоопытность самого игрока. Обязательно пишите в комментариях, может я забыл упомянуть какие-то недосадки консольчиков, или наоборот что-то лишнее сказал, не знаю. Если вы напишите еще реальные разумные способы переигрывать контроллера в фортнайте, то я обязательно лайкну этот комментарий, может быть даже закреплю под этим видео. Ну а если вы досмотрели этот ролик до этого момента, уверен он вам понравился, так что обязательно поставьте лайк, если этого еще не сделали. Также отправляйте это видео своим друзьям, которые играют на контроллере, пусть оценят правдивость того, что я сказал в этом видео. Ну или отправляйте это своему другу, который играет на ПК или мобильной платформе, пусть знает как правильно переигрывать консольчиков. Обязательно чекайте видео на моем канале, как я играл в фортнайте на своем телефоне во время полета на самолете, ну или в горах на высоте 2000 метров, ну или целый час на морозе в минус 20. Все это вы сможете найти в моем специальном плейлисте про мои влоги. Ну а по традиции, с вами как всегда был Матвей, hasta luego. Субтитры сделал DimaTorzok